Это программа «День с толком» в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. Переходим на режим повышенной готовности. В Алтайском крае обсудили ситуацию с паводком. Докхантеры в городе. Кто и зачем травит собак на улицах Барнаула и кто их защищает, вступая в драки? В поселке Затон открыли дорогу на остров Шубинский по суше. Ранее она была перекрыта из-за угрозы затопления. Движение организовывалось по понтонному мосту через Обь. На данный момент уровень воды в реке опустился и составляет 441 сантиметр над нулем водомерного поста. Зато не отмечают улучшения ситуации, хотя 11 апреля там уже была попытка открыть дорогу и через день ее снова закрыли. Не исключено, что уровень воды все еще может подняться. Большая вода пошла на спад. Власти региона готовятся перевести режим ЧС в режим повышенной готовности из-за улучшения паводковой обстановки. Сегодня состоялось заседание правительства края, в ходе которого было принято такое решение. Насколько существенная ситуация с подтоплениями стабилизировалась, расскажет Мария Костылева. Глава регионального МЧС Александр Макаров сегодня на заседании у главы региона назвал ситуацию с паводком стабильной. Если в цифрах вода ушла из 1959 приусадебных участков, 740 жилых домов в 77 населенных пунктах. Все граждане из пунктов временного размещения вернулись в жилье. Остаются подтопленными два участка автомобильных дорог и один низководный мост. Жизнеобеспечение населения, функционирование объектов энергоснабжения и жилищно-коммунального хозяйства в подтопленных населенных пунктах не нарушены. В свою очередь губернатор региона поручил направить силы территориальной системы РСЧС с режима чрезвычайной ситуации в режим повышенной готовности. По мнению Виктора Томенко, этого будет достаточно для работы спасателей и помощи подтопленцам. При этом глава региона отметил, что по необходимости власти муниципалитетов могут вводить локальный режим ЧС. В настоящее время задействована группировка сил в составе более 500 человек и 200 единиц техники. Продолжают работу оперативные группы главного управления и спасатели краевого поисково-спасательного центра и аэромобильная группировка главного управления. На текущей неделе ожидается повышение температуры окружающего воздуха, что приведет к компенсивному снеготаянию. Вместе с тем, повышение уровня воды в рейхах края на опасных отметах не прогнозируется. По данным МЧС, на сегодняшний день в крае остаются подтопленными 23 дома и 119 приусадебных участков. По-прежнему на контроле остается ситуация в Камни-на-Аби и прилегающих населенных пунктах. Мария Костолева, день с толком. И еще одна важная тема, которую сегодня обсудили в правительстве края. Виктор Томенко заявил, что для эффективной реализации краевой программы капремонта многоквартирных домов нужны дополнительные источники финансирования. С начала действия программы в Алтайском крае капитально отремонтировали 3,5 тысячи домов. Почти 570 тысяч человек улучшили свои жилищные условия. Всего за 30 лет запланировано отремонтировать 8,5 тысяч многоэтажек. Министр ЖКХ края Евангелев отметил, что основной проблемой реализации программы является дефицит средств, что связано с недостаточным уровнем взносов на капремонт. Известно, что в этом году на капремонт направят порядка 2 миллиардов рублей. Однако суммарная потребность в финансировании гораздо выше. Глава региона подчеркнул, что нужно найти дополнительные источники финансирования, изучить опыт соседних регионов, провести консультации с профильными органами власти и рассмотреть возможности софинансирования капремонта за счет краевых и федеральных средств. 170 участков дорог и 36 тротуаров отремонтируют в краевой столице. Особое внимание к проспекту строителей, улице Аванесова и другим проблемным участкам. Также ремонт покрытия струйно-инъекционным методом проводится на Южном тракте от Ленточного бора в сторону Лесного тракта. Где еще будут производиться работы, расскажем далее. В Барнауле с приходом весны особое внимание уделяется состоянию дорог и пешеходным тротуарам. В этом году по решению главы Барнаула Вячеслава Франка на текущий ремонт дорог из городского бюджета выделены дополнительные средства. Всего планируется направить на эти цели около 170 миллионов рублей. Общий объем выделенных денежных средств в утвержденном уже бюджете, в рамках которого мы сейчас с вами работаем, без малого 4 миллиарда рублей. Все программы, в которых город участвовал, мы продолжаем участвовать. Это безопасные и качественные дороги, это наши инвестиционные проекты. Один из проблемных участков дорога по улице Аванесова. Она является одной из центральных улиц города Барнаула. Общей протяженностью почти 2 километра. Работа здесь выполняется горячей асфальтобетонной смесью. Также обновлять дорогу будут на улице Анатолия, площади Победы, проспекте Строителей и на Южном тракте от Ленточного бора в сторону Лесного тракта. Практически 2 миллиарда денежных средств это выделено правительством Алтайского края. Сегодня мы с вами в полном объеме приступаем к ремонтным работам. Будем работать, будем стараться привести город в порядок. Все-таки еще раз вернуться к планам работ, посмотреть пересечения наших коммунальных служб. Сегодня мы обсуждали переход работы как можно в ночное время, там где это не мешает проживанию. В рамках выделенного финансирования будут проводиться работы по ремонту дорог, тротуаров, колодцев, остановочных площадок, подходов к пешеходным переходам, а также уложенные искусственные дорожные неровности. Общая площадь ремонтных работ составит более 100 тысяч квадратных метров. Дмитрий Дроздов. День с толком. Запретить движение самокатов на оживленных улицах и ограничить скорость движения. Сегодня в Барнауле городские власти совместно с инспекторами ГИБДД обсуждали комплекс мер по снижению аварийности на дорогах. На совещании рассмотрели ряд важных вопросов. Ограничение скорости движения самокатов до 15 км в час, а также запрет движения на некоторых участках массового скопления людей. На Молотобольской проспекте Ленина, набережной реки Аби, на совещании шла речь и о запрете при движении на самокате вдвоем. От лица органа власти, так скажем, да, хотелось все-таки обратиться к участникам дорожного движения, которые пользуются электросамокатами, что, уважаемые участники, пожалуйста, будьте внимательными, все-таки соблюдайте правила дорожного движения. И помните, что непосредственно использовать средства индивидуальной мобильности можно одному участнику дорожного движения. Подобный комплекс мер продиктован увеличением числа ДТП с участием электросамокатов. Только с начала апреля этого года произошло 9 аварий. Для сравнения, в прошлом году за весь период проката случилось 13 ДТП. Кстати, через неделю в мэрии Барнаула планируют повторное совещание. На нем уже детально рассмотрят, какие меры реально реализовать, какие пока сложно. В Барнауле продолжают массово травить бездомных собак. На этом фоне в городе развернулись нешуточные баталии между волонтерами-зоозащитниками и людьми, одобряющими действия докхантеров. Дело доходит до угроз физической расправы и даже до драк. Подробнее о проблеме смотрите в нашем следующем сюжете. За три месяца в районе Нового Рынка жительница Барнаула Наталья обнаружила тела трех собак. Щенок был мертвый, отравленный. Именно причина отравления. Потом была другая собака, чуть подальше, около учебного заведения. И третья – это была собака уже из моей стаи, там на рельсах. Стайей Наталья называет порядка десяти собак, о которых она регулярно заботится. Они едят с рук. В принципе, убили собаку, которая ела с рук. Я стерилизую, щенков пристраиваю, оплачиваю передержки, кормлю их регулярно, все какие-то вот эти вопросы. Причем я кормлю собак, чтобы они не выходили к людям, потому что голодные, они идут искать еду. Женщина утверждает, собаки не агрессивные. Однако многие жители города остерегаются бездомных животных и относятся к ним с опаской, считая, что прикармливать их нельзя. Так, 10 декабря случился инцидент с одной из жительниц города. Она подошла с ребенком, не боясь небольшой стайки собак, несколько собак было. Агрессивно со словами, что я тебе сейчас покажу, как ты будешь их кормить. То есть выбила у меня мясо, которое я же покупала. Ну и завязалась, конечно же, драка. С женщиной Наталья пошла на мировую, но по ее словам, это не единственный случай угроз и обещания расправ от недовольных барнаульцев. Смотрите, какие огороды. Все удобрения у них. И лают, и дерутся. Тут их целая стая бегает. Да вы что, в своем уме? Вы о чем говорите? Здесь стая. И посмотрите, какие огороды. Так эту стаю, это она нарожала. Ну, я знаю. Нужно убирать было проблему мамку, нужно было стерилизовать. Вот это вот безучастное отношение к животным. И так абсолютно у нас все обстоит. Систему обращения с бездомными животными нужно пересматривать, считает женщина. А пока волонтеры находят десятки мертвых собачьих тел. Сейчас объявлены там тендеры на отлов животных. Животное ловится, сидит там оно сколько там дней. Но за такой короткий период невозможно найти хозяина и адаптировать. Проблема безнадзорных животных поднимается регулярно. Но с мертвой точки дело не двигается. Дворняги по-прежнему бегают стаями по городу. И это, по мнению многих жителей, опасно и страшно. Но стоит ли решать проблемы с помощью отравы и удавок? Быть может, пора начать с людей? Юлия Щепина, Андрей Печоркин. День с толком. В центре Барнаула образовалась свалка возле мусорных баков. К нам в редакцию обратились жильцы дома на профинтерна. Кто довел ситуацию до насекомых и грузунов, выяснила Мария Костылева. Пустые баки, но вокруг все завалено грудой хлама и мусора. По словам жильцов по адресу профинтерна 31, такую картину они наблюдают уже неделю. Мусорная куча здесь появилась не случайно. Люди говорят, что сюда выбрасывают отходы все, кому не лень. По словам местных жителей, их контейнерная площадка буквально притягивает мусор со всей округи. Баками для отходов пользуются не только три дома, на которые они рассчитаны, но и другие жильцы близлежащих домов. У нас два контейнера, оно относится по сути к трем домам. Наш дом, который в замеде меня располагается, и вот этот трехэтажный дом. Но, к сожалению, даже люди, которые проживают через дорогу, они переходят дорогу, выбрасывают мусор к нам на контейнерную площадку. Люди жалуются, что теперь из-за мусора, который лежит возле баков, элементарно выкинуть отходы не так уж просто. Ну, неприятно, куда деваться. Вот посмотрите, где контейнеры. Значит, я должна там обойти, туда бросить. Ну, а некоторые, наверное, не обходят, сюда бросают. Только так. Лидия Павловна живет в этом доме уже полвека. Говорит, что квитанция оплачивает своевременно. По мнению пенсионерки, такая свалка недопустима посреди двора. С мусором-то всегда проблемы бывают у нас. Ну, так вывозили, и все так много не накидывали мешков этих. Люди говорят, что мусор – не единственная проблема. Жильцов не устраивает и соседство с грызунами, и насекомыми. Мы, простите, живем с детьми. Ты выходишь, а у тебя сидит крыса. Из подвалов крысы, тараканы. У нас есть все живности, которые можно увидеть. У нас не только школа в нашем доме, находится поликлиника детская. То есть мы и в центре находимся, но как-то это… Натерпелись, поэтому единогласно собрали подписи, чтобы перейти в другую, более заботливую УК. Но начисления по квитанции приходят стабильно, а проблемы не решаются. Контейнерные площадки мусоровоз опустошает регулярно. Однако в обслуживающий дом управляющей компании, как выяснилось, нет дворника. Люди неоднократно звонили в УК, в последний раз им честно признались. Как выяснилось, та УК, которая сейчас обслуживает дом, не работает. Ее переименовали с 1 января, и жильцы вступать туда не стали. А остались на балансе той, что была. Кстати, сразу после того, как наша съемочная группа покинула двор с мусором, на место выехала спецтехника и устранила последствия свалки. В свою очередь люди с нетерпением ждут мая. Их дом переведут на другую управляющую компанию. Люди надеются, что, может быть, тогда их коммунальные проблемы перестанут болтаться между небом и землей. Мария Кострева, Дмитрий Денисов, День с толком. К другим темам. Комбинат школьного питания обновляет автопарк. Так, теперь привозить продукты учащимся будут более качественны, исключая всевозможные поломки. Подробнее про новые автомобили расскажем далее. Эти лады такие же свежие, как и продукты, которые они будут возить в образовательные учреждения. Комбинат школьного питания «Глобус» обновляет автопарк, чтобы не допускать задержек поставок. Мы запустили программу модернизации автопарка на ближайшие пять лет. То есть сейчас мы получаем первые четыре автомобиля. И каждый год мы планируем обновлять еще по четыре автомобиля. Тем самым за пять лет полностью заменить весь автопарк. Сейчас в автопарке комбината около 20 автомобилей. Большинству из них по 15 лет. За годы эксплуатации они наездили сотни тысяч километров. Поэтому ресурс понемногу подходит к концу. А ведь из-за неожиданных поломок кто-то может не досчитаться продуктов. Поэтому обновление было необходимо для улучшения качества перевозок. Это современные автомобили, которые соответствуют всем нормам перевозки продуктов школы. Очень удобные для водителей, экономичные. Обладают повышенной грузоподъемностью. Ну, удобство, конечно, ощутимы. Во-первых, сидушки. После десятилетних автомобилей, как бы, сами понимаете, что с сиденьями происходит. И как бы садишься сюда, уже спина отдыхает даже так. Половина из новых машин оборудована холодильником для перевозки мяса и рыбы. В остальных, простых версиях, возят сыпучие продукты. Грузоподъемность одной машины более 600 килограммов. Хватит, чтобы накормить всю столовую. Мастер татуировки из Барнаула стала часть выручки жертвовать благотворительному фонду, помогающему людям с аутизмом. По статистике Всемирной организации здравоохранения, 1% населения мира страдает от расстройств аутистического спектра. О необычном способе поддержать тех, кто ежедневно борется за жизнь. Далее. Ценные идеи человек впитывает кожей, иногда вбивает их иголкой. Смешного гуся, созданного когда-то рукой солнечного человека, захотел запечатлеть на своей руке ведущий винных дегустаций Павел. Сделать доброе дело через особенное тату. Этот рукав будет любви, так сказать, к чему-то отношение в жизни, что я в жизни, в общем, люблю, чем занимаюсь, какие-то тоже, так сказать, чекпоинты жизни, что-то прошел, ну и вот они, в общем, здесь будут находиться. И когда увидел этого гуся, подумал, почему бы тоже не заняться благотворительностью, ни разу этого не делая, вот начать с этого. Своим клиентам Екатерина предлагает набить на своем теле рисунок, автор которого человек с особенностями развития. В помощь таким людям треть денег от цены татуировки мастер направит в благотворительный фонд. У них есть магазинчик, в котором они продают изделия, которые делают ребята или по рисункам этих ребят. Оказалось, что я уже не одна такая, у них была коллаборация с какой-то татуировщицей, я полагаю, московской. Она им отрисовывала рисунки. Есть один там скетчбук у них именно по ее скетчам. А остальные, которые вот я сейчас делаю, это вот конкретно рисовали ребята. Особенных во всем мире около 1%. Коррекцию расстройств аутистического спектра организуют, привлекая команду специалистов. Так работают и в Барнауле. В основном надо понимать, что аутизм – это заболевание, и все с этим согласны до трех лет. Это генное заболевание, хроническое, но время появления вот как раз у ребенка и обуславливает дальнейшую динамику развития этого человека и клинику иногда даже. Главная особенность солнечных людей – искаженное мышление, и это создает проблемы в социализации. Ребенок, который страдает раз, предполагается, не может объединять признаки предметов, первичные признаки предметов в единую конструкцию, потому что он начинает делать это с искажениями, соединяя, например, рука, ручка. Ручка, ручка становится единым. То есть это часть тела, это школьная принадлежность. Для всестороннего развития нервной системы необходимо заниматься ежедневно. Обычно эта работа ложится на плечи родителей и солнечных детей. В ноябре на фестивале семьи социальные работники из Бийска проводили мастер-класс по развивашкам. Зрение, обоняние, осязание, проприорцепция – и эти все чувства детям нужно развивать. Нельзя начинать образовательные занятия без развития сенсорного профиля. Это база. Вот в моем детстве я лазила по деревьям и копалась в песке. К сожалению, сейчас большинство детей чем занимается? Они перелистывают страницы телефона. Генетическое заболевание нельзя вылечить, а работа над собой требует огромной силы воли. Маленькая татуировка – знак солидарности с тем, кто старается стать лучше самого себя и обрести счастье. Дарья Ярушина, Владислав Ковалев. День с толком. Продолжение следует...